Я всех приветствую, всем хорошего дня, хорошей недели. Глава Шмени и урок на тему этой недельной главы Торы. Я посвящаю также этот урок миру в Украине, полной победе над тем агрессором, который пришел сюда с оружием на эту землю. Эта глава называется Шмени. Шмени это восьмой. Начинается словами «И было на восьмой день призвал Маше Аарона и его сыновей и старейшин». Существуют три цифры, описывающие состояние окружающего мира, в котором мы находимся. Это шесть, семь и восемь. Шестерка это показатель сугубо физического мира. Шесть дней работы. Известная формулировка Сторы. И это показатель, как мир вообще существует с его автоматическими явлениями. Дождь, свет, день, ночь, деревья. И сам человек, который появляется в этом мире, занимается его какими-то социальными действиями. Живет, вырастает, женится, замуж выходит, рожает детей, ходит на работу. И все прекрасно. Это не является чем-то плохим или неправильным. Но если человек на этом только останавливается, вот здесь появляется проблема. Потому что шесть дней работы, а седьмой день, день Господу. И это тот день, когда Всевышний передает свои полномочия, делегирует то, что он хочет от этого мира человеку. Охраняя и возделывая от Отца. И цифра семь это максимальная высота, которую может достичь человек в этом мире. Максимальное состояние гармонии этого мира. Вместе со Всевышним человек может этого достичь. И только лишь тогда приходит ответ. Это восьмерка. Восьмерка это влияние сверху. Это ответ Всевышнего на действие человека. Это чудо, честно говоря. Восьмерка что обозначает? Бесконечность. Вот как можно прикоснуться к этой бесконечности? Понять, зачем ты в этом мире? Что от тебя хочет Всевышний? Зачем ты здесь появился? И далее Тора нам говорит, чем мы должны заниматься. Все заповеди, дела, описания, как человек должен жить. И тогда у тебя есть шанс прикоснуться к этой восьмерке. И если цифра семь описывает гармонию этого мира. У нас цифра семь очень важна в нашем мире. Семь дней недели, семь нот, семь цветов радуги. Даже есть семь незаменимых аминокислот, которые должны попасть в человека из дне. Организм не может их синтезировать. Но вот цифра восемь, она описывает совершенно чудесное явление, непонятное даже разуму. К примеру, обрезание. На восьмой день происходит обрезание еврейского мальчика. Зачем? Может он не хочет? Скажут скептики, люди не понимающие этого. Хотя это действие совершенно непонятного плана изменяет всю человеческую жизнь. Либо вот недавно была Ханука. Восемь дней Хануки это чудо. Когда масло не должно было гореть, но горело. Это то, что рушит рамки природы. И это ответ на действия человека. И Мишкан у нас здесь тоже заработал на восьмой день. На него спустилась шхена. Видимое присутствие Всевышнего. Сошел огонь. На восьмой день в ответ на семь дней посвящения. То, что делает человек. Вот сейчас в это тяжелое время то же самое. Надо из всех своих сил попытаться понять, что же хочет нам сказать Всевышний. И даже чем-то, казалось бы, плохим. Извлечь из этого урок, стать лучше. И произойдет этот ответ, эта восьмерка, которая спустится с небес. Это реальное чудо. И нам эти чудеса обещают. И в нашей главе удивительная вещь. Для того, чтобы произошло вот это раскрытие, чтобы спустилась шхена. Маше с Аароном вместе заходят в храм. Как говорит Медра, что Аарон, ну, немножко, как бы, переживал, боялся. Он боялся подойти к жертвеннику, чувствуя какую-то свою вину насчет золотого тельца. И Маше ему говорит, я тебе передам все знания, которые дал мне Всевышний, для того, чтобы произошло вот это раскрытие. И только когда они заходят вместе, происходит это раскрытие. Они потом выходят, благословляют весь народ. Так вот, как говорят наши мудлецы, что вот Маше и Аарон, вот сейчас внимание, это два состояния самого человека. Одного человека. Говорят, что человек внутри себя должен быть как Маше, а снаружи должен быть как Аарон. Кто такой Маше? Маше соответствует правой стороне, да, это воля Всевышнего, без каких-либо изменений, достижения, цели. Маше движется по пустыне, ведет народ к границе земли Израиля, несмотря вообще ни на что. Его не волнует ничего. Даже если мы посмотрим на грех золотого тельца, он молится за каждого, даже за грешника, да, сохраняя им будущий мир. Но потом спускаясь вниз, что он делает? Он производит суд. Тут ты просил пощадить их, а потом сам ты приводишь к тому, что они погибают, да. Кто за Бога ко мне, и левиты идут, убивают всех вином. Вот Маше человек, который движется к цели, несмотря ни на что. Маше это сама твердость, сама скала, да. И почему человек должен быть таким внутри? Он должен относиться к себе так. Ты должен относиться к себе очень строго. Ты должен знать, должен разбираться, что я должен сделать. Что я должен сделать в какой-то определенный момент. Что я должен сделать в связи с общиной, с обществом, со страной. Даже вот это вопрос очень сейчас явный, вот сейчас. Что я должен сделать сейчас, в то время, когда в Украине идет война, да. И есть же правильное решение. В большинстве случаев давайте не будем обманываться. Человек все-таки знает, как правильно поступить. Знает. Хотя бы в некоторый момент. Но потом он эту свою совесть куда-то так ножкой задвигает и делает как бы неправильные вещи. Так вот, внутри мы должны следовать линии Маше. Мы должны очень серьезно относиться к себе, к своим каким-то неправильным действиям, проступкам, неправильным мыслям. Держать себя в какой-то ограде, да. А снаружи человек должен быть как Аарон. Аарон, он должен относиться к людям очень спокойно и с любовью, с каким-то пониманием. Не нужно сразу судить, мы это очень любим. Мы не замечаем какое-то зло в себе, но зато очень быстро замечаем зло в своем соседе. Так вот, в себе надо это найти. А на соседа надо смотреть сквозь призму милосердия. И таким человеком был Аарон. Аарон, который любит людей. Вот поэтому это два состояния. Внутри будь строг. К самому себе. Но снаружи, пожалуйста, относись с любовью, с пониманием. Не надо переносить свои догмы на других. Потому что мы очень быстро вешаем ярлыки. Потом снимаем, опять как бы их вешаем. Занимайся собой, своим осознанием. И мягко пытайся помочь как-то другим людям. Вот Аллаха по кому в мире? По Гелелю, да. После того, когда придет Маше и будет видно явное присутствие Всевышнего, Аллаха будет по Шамаю. Нельзя будет свинуть вправо-влево. А Гелель это само милосердие. Который, пожалуйста, допускает людей, которые говорят на первый взгляд чушь. Выучить Тору на одной ноге. Стать Коином. Хочу знать только кусочек Тора. Другой кусочек он мне не нужен. Это невозможные вещи, но Гелель их принимает и меняет их. Вот это милосердие. А как относится Гелель к себе, чтобы услышать мудрецов? Он лезет на крышу, спит возле окна, не спит, а смотрит возле окна, его засыпает снегом, он засыпает от холода, чуть ли не умирает. Слушайте, казалось бы, как такой жесткий человек может так мягко относиться к другим? Вот есть одна интересная история, когда Гелель человеку отдал коня, своего коня, а потом бежал несколько миль вместе с ним. И как это объясняется? Что если человек, к примеру, был богат и обеднел, то это не значит, что ему надо дать чуть-чуть. Ему надо дать помочь как-то больше, чтобы он почувствовал себя опять человеком, тем, которым он был. Я прошу уловить, это очень как бы тонкая грань. Это не для того, чтобы всегда так делать. К примеру, человек, который, не дай бог, не про кого будет сказано, был богат, обеднел, и ему пытаются помочь больше. И если с Божьей помощью он будет что-то делать и восстановит свое состояние, прекрасно. Если нет, то потихонечку он привыкнет к своему состоянию. Это акт милосердия. Вот так делал Гелель. Сам бежал и отдал коня человеку. Для того, чтобы этот человек почувствовал себя как-то защищенным, почувствовал тем, кем он считает себя в этом мире. Понятно, не нужно идти на поводу каких-то совершенно неправильных вещей. Есть те моменты, где нельзя достать святость. Но в таких моментах надо относиться с пониманием к человеку. Когда человек там нарушает даже какой-то закон, еще что-то делает, надо всегда относиться с пониманием. Вот хаббат так действует. Хаббат очень строго относится к себе. Это, скажем, такой пункт обучения. Относись только к себе, думая о себе. А к другому относись обязательно с милосердием. Вот поэтому и здесь Маше и Арон зашли вместе. Только тогда произошла эта шхена. Вот мы с вами внутри должны быть как Маше. А снаружи должны быть как Арон, любить людей. И даже в следующей истории про Надава и Авигу, когда они погибают, каждый из них вносит свой огонь, чуждый Всевышнему. И Всевышний их испепеляет, входит огонь в ноздри, сжигает их изнутри. И Маше перед этим, как говорит Медлаж, говорила Арону, что кто-то из нас умрет. Будет освящен храм при помощи кого-то из нас. И тут погибают они. И Маше это признает. Он говорит, я думал, нами будет освящен храм, а он освятился ими. Он говорит, что они гораздо выше, чем мы с тобой, Арон. Хотя мы лидеры народа. И мудрецы нам говорят, что это были ошибки, допущенные Надавами и Авигу. Они были пьяны, по одному мнению. Они были не женаты, по другому мнению. Но Маше ни в коем случае не упрекает их. Ни одного слова упрека на Надава и Авигу. А наоборот, он их превозносит. И потом идет, да, объяснение того, что нельзя пить вино. Из этого выводят мудрецы, что действительно священник не может в выпившей, в пьяном виде совершать какие-то святые действия. Почему? Потому что точка сборки нарушена. Не тот мир, который есть, когда человек может его воспринимать трезвым взглядом. И не дай Бог, священник может сделать что-то не так. Этим поступком, который произошел, который сделан Надави и Авигу, они показывают, насколько все важно. Жизненно важно. Настолько, что из-за этого могут погибать люди. Нам мудрецы в положительном свете описывают это. Говорят, что их божественная душа настолько восприняла возможность приблизиться ко Всевышнему, что они ничего не видели перед собой. Не посоветовались, ничего не сказали. Взяли, смотрите, каждый свой огонь. Это тоже была своего рода ошибка. Каждый свой. Такого не бывает. Есть что-то общее. Вот как сейчас защита Украины, это общее. Каждый должен, который живет на этой земле, повлиять на это. Раскрытие Всевышнего, это тоже общее. Все локальные какие-то общины, я-я-я, нет. Есть что-то общее. Есть та линия, которой нужно придерживаться. А уже потом показывать свою индивидуальность. Но самое главное, это общая задача. И Надави и Вигу, пока сделав это, они показали, скажем, самую высшую точку. Бог говорит, да, это неправильно. Это действительно неправильно. Но направление, как вектор, это да, божественная душа должна принять власть над всем, что в этом мире. Тогда человек будет жить по-другому. Тогда не будет его страшных эгоистических желаний, которые приводят даже к тому, что происходит сейчас. Это же все, что происходит сейчас, эти смерти, это убийства, это война, это из-за людей. Вы можете понять? Это не явление природы. Это люди. Это мы с вами в чем-то виноваты, вы понимаете? И пока, когда мы исправим себя, вот тогда произойдет и освобождение. Вот я начал этот урок с вопроса о чуде, да. Всевышний ждет этого чуда, как и Пуримская история. Он смотрит и говорит, ну давайте, объединитесь. В принципе, я это вижу. В Украине произошло такого уровня объединения, я такого еще не видел. Теперь самое главное после скорой победы сохранить это чувство, эту ситуацию. Сохранить вот эту общность, вот это направление человеческих, самых прекрасных качеств. Раскрытие того, что страна должна быть свободной, счастливой. Один за всех, все за одного. И вот здесь происходит то же самое. Маше и Арон, видя, Арон вообще, видя смерть своих сыновей, они показывают свои самые лучшие качества. Ни в коем случае не упрекая. А наоборот, превознося и их, и потом выводя из этого какие-то уроки. Далее следует еще более резкий переход. После таких событий идет переход к ашруту. Каких животных можно есть? Птиц, рыб. И смотрите, у нас эта глава, она просто пестрит такими компонентами, которые, казалось бы, несоединимы. Сначала говорится о шхене, о раскрытии Всевышнего в Мешкане, начало работы Мешкана, величественное событие, благословение всего народа. Потом говорится ужасное событие, это смерть Надава и Авигу. А сейчас говорится о кашруте. Всевышний как будто показывает нам такие моменты, как должен человек двигаться. То есть, сделай шаг навстречу Всевышнему, начинай что-то делать в этом мире, в связи с Богом, и придет тебе обязательно чудо, придет эта помощь. Далее Всевышний предупреждает, все, что я написал, все, что я вам дал в инструкции для этого мира, который я же создал, это важно. И не просто важно, а жизненно важно. Из-за этого могут умирать люди, если будут какие-то, не дай Бог, ошибки. Ну, как, к примеру, сейчас, к сожалению, происходит. А далее Всевышний говорит, а вот вам законы, по которым необходимо жить. И эти законы, они необъяснимы логически. Ведь кашрут, ну, невозможно объяснить. Если есть законы, которые, ну, можно как-то там взять себе их представить и объяснить, и соотнести с какими-то явлениями, то кашрут нет. Почему еврею можно и кушать корову, и нельзя кушать верблюда? Ну, объясните мне. Это все объяснения, я заранее вам говорю, они упрутся в стену. Или, к примеру, эти законы, вот, кашрута, они пересекаются, переплетены с законами чистоты и нечистоты в нашей главе. И, к примеру, если мышь, мертвая мышь, она нечистая, да, живая, понятно, никаких вопросов. То почему змея и мертвая, и живая, реально чистая, от нее не передается никакой нечистоты? Вы понимаете? Это необъяснимо. И когда человек пытается как раз включить свою логику, вот это является проблемой. Логику надо включать. Но впереди логики должны стоять вера. Вера. Она основана, конечно, на каком-то там понимании, но все равно без веры не обойтись. Пока человек не примет той мысли, что этот мир имеет создателя, и создатель что-то хочет от нас. Вот не ляжет ни ничего из того, что написано в той. Впереди всего стоит вера. И вот вопросы чистоты и нечистоты, которыми пересекаются вопросы кашрута, да, это вопросы, казалось бы, внешние, да, вопросы физического мира. Но они же напрямую касаются, да, человека. Что человеку позволено, а что не позволено. Что-то человек может себе объяснить, да, сказать, что да, например, в дальнейших главах мы будем говорить про определенные виды, давайте сейчас скажем слово, болезней, да, которые связаны с духовным состоянием. Человек может сказать, это неправильно, это плохо, потому что он что-то чувствует, да. А в вопросе, как я сказал, мыши-змею привел в сравнение. Человек, для него это как бы далеко, он этого не чувствует. Но вопросы чистоты и нечистоты, они связаны с самим человеком, с его внутренним состоянием. Эту оценку должен давать человек, основываясь над самой Торе. Тора ему дают правила, при помощи которых человек разделяет в этом мире, что-то она чистая, а что-то она нечистая. Это касается не только вещей, каких-то предметов, а это касается и состояния этого мира. Человек может сказать, это действительно плохо, но для этого он должен знать, что это плохо. К примеру, убийство человека, это плохо, да. Но сейчас, когда защищают свою страну, это хорошо. Тот, кто пришел сюда с оружием, он должен знать, что он погибнет обязательно здесь. Пришедшего тебя убить, убей первым. Так получается, человек, если не зная каких-то дополнительных, каких-то деталей этого закона, он может ошибиться. Это первый, скажем, момент. А второй момент, это само состояние внутреннего человека. В принципе, это наша задача. Идти, идти от внешнего, спуститься в самую глубину самого себя, и потом опять проявить себя только уже правильно. У человека есть мысли, да. И они тоже делятся на чистые и нечистые. Но это я вам уже не буду объяснять. Все, каждый из вас сам понимает, когда приходит мысль какая-то неправильная, а когда приходит правильно. Понимает, когда это явно видно, а когда есть какие-то вопросы, когда есть какое-то тонкое состояние, где человек не знает законов, и он ошибается в своем решении. И потом его неправильное решение относительно чистого и нечистого в нем самом проявляется в действии. И, естественно, это приводит к появлению каких-то проблем. Поэтому вот этой главой Шмени, Шмени 8, бесконечность, это влияние сверху Всевышнего, он хочет показать, Бог хочет показать, примите то, что я хочу от вас. Примите, даже если вы этого не понимаете, примите, это будет правильно. Не произойдет никакой беды, как это было с надавями Авигу. Если бы они имели все-таки холодную голову в тот момент, а не полное поглощение желанием Божественной Души приблизиться ко Всевышнему. Это прекрасно, но не этого хочет Всевышний. Вы понимаете? Поэтому понимание чистого и нечистого опять же должно происходить внутри нас с вами, на нашем мыслительном уровне. После этого это передается на наш эмоциональный уровень, а далее это проявляется в мире. И то же самое наоборот, когда мы готовы к этому, мы можем то, что приближается к нам в мире, мы можем сказать, стоп, не подходи ко мне, это нечисто, это мне не нужно, это мне навредит, этого не должно быть. А вот это да, правильно, прекрасно, пускай это приблизится ко мне, пускай это будет, это то, что хочет Всевышний. Но как раз в земных делах и раскрывается человек. Это своеобразный парадокс. Казалось бы, читая духовные книги, да, кажется, ты должен улететь в мир небесный. Но Тора показывает нам, что Всевышний хочет совершенно другого. Он хочет жилище в нижних мирах, квартиру здесь, следи нас. Он может проявиться между человеком и человеком. И мир, который он создал, и является тем источником этой силы. Казалось бы, самая низкая материальность, но там скрыт Всевышний. Как говорит Реба, если нужно понять что-то тяжелое, нужно вставить рычаг в самый низ. И тогда произойдет этот подъем. Но рычаг должен быть высоко привязан сверху. И чем выше он привязан, тем легче будет поднять что-то тяжелое. И это такой путь. Человек должен находить в себе какие-то несоответствия. То, что он видит, нужно обязательно исправить. И должен это как-то поднимать. Как? Привязаться ко Всевышнему. Как? Привязаться ко Всевышнему, изучать Торы. И там написано законы. Законы это и есть. И вот подъемники, те рычаги, которые поднимают материальность к Богу. И получается человек находится вроде бы в этом мире. А привязан к небесам. Живет вместе со Всевышним. Вот законы Кашрута, именно животных, есть два признака. Это раздвоенная копыта и жевание жвачки. И Рэбе говорит, что копыта это та прослойка между материальностью и головой. Той головой, которая жует жвачку. Обязательно должна быть прослойка. Человек не может взять и полностью окунуться в этот физический мир. Должно быть понимание. Это копыта. Две линии действия. Правая линия, линия милости, линия словости, ограничения. Их соединение там. Это гармония, сострадание. И когда человек полностью углубляется в дела этого физического мира, забывая о голове, вот тогда происходит проблема. В прошлой голове говорили мы о пепле, о выносе пепла. Когда он выносился, когда его накапливалось много, так, что он мешал работать, тогда нужно было срочно очистить это место, для того, чтобы продолжить. Возможно, развитие только там, где очищено это место. Как его очистить? Законы чистоты, чистого, нечистого, дает Всевышний. Ты всегда должен понимать, зачем ты стоишь на этом, находишься в этом мире, стоишь на этой земле. Вот это и есть, вот этот намек, это копыта, это действие человека, как он должен действовать. А голова, голова находится вверху. Не нужно всегда опускать голову сюда, к земле. Вот не нужно. Она должна быть привязана к небесам. Пережевывание жвачки. У животного есть там два желудка, и воды попадает, потом размечается, в другой попадает. Слушайте, так же человек, только в духовном плане. Он впитывает в себя этот мир, то, что этот мир ему дает. После этого, что он должен сделать? Произвести какой-то анализ. Неправильное выкинуть, законы чистоты, нечистоты, чистое оставить, а после этого действует в этом мире, через вот эту как раз прослойку. Только так возможно правильное существование человека в этом мире. А Тора является этим путеводителем, является той стопроцентной истиной, которую, пожалуйста, можно добавлять ко всему, что ты делаешь чистому. И это тебя будет поднимать на необычайную высоту ко Всевышнему. Но тем не менее, ты будешь находиться здесь, в этом физическом мире, стоя ногами на этой земле. Это и есть наша задача. Самое главное, не Тору тянуть к чему-то, а все остальное приводить к Торе. Потому что мы не вправе разбивать на части. Это та цельность, которая наживается жизнь. Перед тем, как заблудиться, человек шел по красивой, ровной, широкой дороге, но тем не менее, ни про кого будет сказано, произошло что-то нехорошее. Перед тем, как происходит что-то нехорошее, человек выходит из дома, уверенный в своих силах, при нем все необходимые вещи. Но тем не менее, не дай Бог, происходит так. Почему? Потому что человек незаметно начинает сворачиваться с этой дороги. Не Торе идет, а не начинает вытягивать то, что ему нравится. Тора дает необычайное раскрытие. Я думаю, вы уже почувствовали, прикоснувшись к Богу, ты получаешь такую радость этой жизни. Я не представляю сам, что может произойти, когда мы полностью, тотально окунемся в желаниях Всевышнего. Это будет тот период, когда человек наравне с Богом будет заниматься изменением этого мира. В принципе, это и есть наша задача. Так вот, я желаю всем сил, чтобы мы с вами на этом пути были мужественны, чтобы у нас все получалось, чтобы мы были здоровы. И я желаю, чтобы был мир в Украине, и восстановились семьи, вернулись наши дети. Вот период между Пуримом и Песохом, это удивительный период. Я думаю, как раз это произойдет вот именно сейчас. Поэтому с Божьей помощью, всего наилучшего. Спасибо, что слушаете. Делитесь моим уроком. Буду благодарен. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok